Рабочие в цехе не слышат тишину. Еще бы, ведь компания реализует громкий проект. Собирает мебель для новых детских садов и школ. Причем не только стулья и парты. Это будущий комод из цвета Дукрофа, каньон-монумент. А из этих досок смастерят школьный стол. Впрочем, директор предприятия сама сегодня села за парту. Она будет учиться продавать свою мебель за границу. Мы амбициозные. Хотя мы открылись в 2016 году, но я вижу перспективы нашего развития и за рубежом. Поэтому пришла на это образовательное мероприятие для того, чтобы узнать, как это можно сделать. И если это откликнется, то принять это и начать уже делать. Экспортный форсаж – это своеобразная школа инвестиционного агентства. Здесь учат бизнесменов продавать товары на экспорт. Читают лекции, проводят семинары. Бесплатно. Предприятие получит возможность изучить все конкурентные преимущества своего товара, определить возможности для его реализации, определить новые рынки, страны, с какими инструментами по продвижению необходимо выходить. Итогом реализации программы будет заключение экспортных контрактов. Кстати, за последний год экспорт Тюменской области вырос в четыре раза. Местные предприниматели отправляют свои товары в 105 стран мира. Правда, санкции заставляют искать новые рынки сбыта. Поэтому сейчас бизнес поглядывает в сторону Африки и Азии. Правительство Тюменской области работает над тем, чтобы сформировать новые логические цепочки и открыть новые рынки. Это страны Африки, это страны Азии. Сегодняшнее мероприятие нам как раз и будет говорить о том, что какие новые рынки открыты, какие страны ждут нашу продукцию. Год назад такие курсы для экспортеров окончил и Денис. Тогда он и представить не мог, что его компания будет продавать товары за границу. Вот, кстати, его продукция. Железные сейфы теперь отправляют в Киргизию, Армению и Абхазию. Оказалось, торговать на внешнем рынке совсем несложно. Это был полнейший темный лес. Во время форсажа объяснили все полностью. Все по полочкам, все с примерами, все на практике. Электрик экспорт это очень просто. Это немножечко сложнее, чем продать соседу. Впрочем, на экспортном форсаже вспоминает еще одного ученика. Местный бизнесмен выпускает кислородные баллоны и продает по всему миру. Говорят, товары тюменского производителя спасли уже не одну жизнь за границей. Дарина Яранцева, Александр Сторожук, Тюменская служба новостей.